Бесконечная мусорная история Члинского леса не заканчивается. Несмотря на то, что каждый год здесь проводят субботники, мусор появляется вновь. Долгие годы сюда незаконно свозили тонны отходов, которые во время паводков попадали в русло реки Чла и разносились течением. Теперь здесь установили забор, который должен оградить реку от загрязнений. Маленькая речушка одна из самых загрязненных в городе, а между тем воды из нее впадают в реку Ташлу, а затем в крупные реки региона. В труднодоступных местах устья Чулы за долгие годы образовались целые свалки, которые принесло течением. Здесь огромное количество отходов. В основном это бытовые отходы, и в основном это пластик и текстиль, например. Если так вникать, то вот, пожалуйста, это все, что это чья-то кофта была когда-то. Практически весь мусор, который когда-то оставляли в Еру, сносило течением сюда. К загрязненному руслу на машине не подъедешь, а вынести самостоятельно такое количество отходов будет трудно. Поэтому пока даже сложно сказать, как избавиться от мусора. Вот сейчас мы видим на фоне чистое русло, да, это начало берет с родника Серафима Саровского на Октябрьской улице, и рядом тут же русло, которое идет с тупика. Да, огромная разница. И видно, что каждый квадратный метр загрязнен, и отходы, они въедаются в русло, в породу, в грунт. И это очень непростой будет процесс, чтобы это все отсюда изъять. В нашем городе загрязнены многие реки, и это проблема, которую нужно комплексно решать. С начала весны в районе Члы провели несколько субботников. Больше сотни неравнодушных граждан очистили более двух километров берега и вывезли около 20 тонн мусора. Но отходов меньше не становилось. Сейчас, чтобы не усугублять ситуацию, возле очага загрязнения реки Чла установили 30-метровый забор, который не даст свалке разрастись. В этом году случаи складирования, несанкционированное складирование мусора участились. В связи с чем, вышли с предложением главе города выделить деньги на обустройство ограждения, что администрации было сделано в кратчайшие сроки. И теперь эта проблема у нас, мы думаем, будет решена. Принятые меры решают только часть проблемы. Ведь ни один забор не оградит от низкой экологической культуры горожан. Чтобы пить вкусную воду, гулять по чистым лесам и купаться в прозрачных водоемах, в первую очередь нужно начинать с себя.